ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ Почему ему удавалось убивать на глазах целого города? А это мать безжалостного убийцы. Она до сих пор уверена, ее мальчик ни в чем не виноват. Даже девчонки его все обижали. Мне приходилось постоянно ходить, заступаться за него. Но ботаник вышел на охоту. Дать отпор ему не смог никто. Я бы таких людей отдавала бы голодным собакам, чтобы так же их рвали и чтобы он чувствовал. Он верил в апокалипсис и планировал 21 ритуальное убийство. Последнее собирался совершить накануне конца света, 21 декабря 2012-го. Белинский. Маленький городок между Пензой и Тамбумом. Райцентр с населением всего-то 9 тысяч человек. Российская глубинка. Ближайшая железнодорожная станция в полусотни километров отсюда. Провинциальная тишина. По меткому замечанию мастера ужасов Стивена Кинга, в такой глуши может всякое случиться. И случилось. Однажды здесь произошли поистине мистические события. Евгений Житков приехал в город по важному делу. Собирал документы для оформления пенсии. Он вышел из автобуса в центре. И пропал. Владимир Березовский ушел из дома. И исчез. Лев Андреев и Алексей Кутузов буквально на глазах у всех свернули за угол. И больше их никто не видел. Еще никто не бил тревогу. Маленький город жил обычной жизнью. Трупов-то не было. Поэтому сказать, что это были именно убийства, никто не мог. Дмитрий Красилов. Заместитель начальника полиции отдела МВД России по Белинскому району Пензенской области. Лишь несколько человек, самые близкие понимали, происходит что-то странное. Точнее, страшное. Но даже они не догадывались. Число жертв давно запланировано. Ритуальные ножи наточены. На город упала тень древнего пророчества. 23 декабря 2012 года произошло редчайшее событие. В одну линию выстроились планеты не только Солнечной, но и других ближайших звездных систем. Многие опасались, что это вызовет чудовищные землетрясения и невиданные цунами. Одним словом, конец света. Вспомните, что творилось в конце 2012 года. В надежде на спасение одни уходили высоко в горы. Другие, напротив, прятались в глубоких бункерах. И только неприметный житель маленького городка чувствовал себя спокойно. Он знал путь к спасению. И не собирался умирать. Это Раиса Лисянина. Однажды ее сын Сергей поставил кипятиться чайник. И вышел в магазин за печеньем. Больше его никто не видел. Он нас был добрый. Хороший. Про него никто пахов не скажет. Лишь позже Раиса Алексеевна узнает. Ее сына убили. Он все вспоминает только с положительной стороны. Везде искали его, искали. Алексея знали все местные жители. Он работал дворником. Добрейшей души человек. Несчастная женщина перебирает документы. Школьный аттестат. Грамоты. Все главные вехи в жизни сына. По боксу у него. Боксер был. Так что же произошло с безобидным дворником? Куда он исчез? На маленький город надвигалась тьма. И ситуация очень напоминала события давно минувших дней. Представьте, Англия, конец 19 века. Британская империя на пике могущества. Именно в этот момент в Лондоне появился Джек Потрошитель. Маньяк действовал внезапно и непредсказуемо. Следов он не оставлял. А растерзанные останки женщин находили все снова и снова. Поговаривали, что за серией таинственных преступлений стоит принц из королевской семьи. Но как распознать маньяка в наши дни? Особенно, если он орудует не в огромном Лондоне, а в крохотном Белинском. Мы попытались восстановить логику преступника. Тем более, что в распоряжении нашей редакции оказался подлинный дневник убийцы. Кровь ему была очень нужна. Окропить священные письмена, нанести устрашающие линии на лицо. Он готов начать свой дневник. Дневник багрового хищника. Нет ничего лучше, чем охота на человека. Кто ее узнал и полюбил ее, не захочет познать ничего другого. Хемингуэй. Словами это не выразить. Сложнее всего было решиться. Но, как ни странно, все вышло само собой. И я нашел свою зерну. И наточил мои ножи. На этих кадрах еще одна жительница Белинского. Марина Сухарева. Однажды ее муж как будто растворился в воздухе. Пошел за сигаретами. Ну, я не знаю, минут сорок, может, или полчаса прошла. Его не было. Я пошла. И все. Марина обошла все окрестные дворы. А потом побежала в полицию. Удивительно. Но она тут же оказалась под подозрением. А не причастна ли она сама к убийству родного человека? Давили они очень на меня хорошо. Доводили меня просто до тряски. Обыск четыре раза делали. Полы даже скрывали. А тем временем дочка Марины, которая очень любила отца, постоянно плакала и спрашивала, где папа. Но какая-то, с позволения сказать, добрая душа на улице сообщила девочке. Папа вас бросил. У него теперь другая семья. Не дай бог, кому пережить вот это все. И тогда пришлось рассказать ребенку правду. Папа исчез. Скорее всего, погиб. С тех пор дочка стала очень замкнута. Скрытый такой ребенок. Все чувства в себе скрывает. Если плакать, то куда-нибудь уходишь, чтобы никто не видел. Наконец проверка Сухаревой завершилась. С нее сняли все подозрения. Начался официальный розыск пропавшего супруга. Очередным загадочным происшествием стало исчезновение Сергея Сухарева. Полицейские разослали коллегам ориентировки. Вот такие фотографии появились и на улицах Белинского. Никто не знал, что в этом деле обычные розыскные мероприятия не помогут. Ведь тела пропавших надежно спрятаны. До поры до времени. Совсем скоро потрошитель начнет откапывать останки и подбрасывать их в самые людные места. Над городом как будто нависло какое-то проклятие. Многие жители стали вспоминать кощунство власти коммунистов над святынями. В 19 веке в центре Белинского был огромный храм редкой красоты. Покровский собор. После революции храм взорвали. Его обломками вымостили улицу, которая получила говорящее название «Красная». Рядом разбили комсомольский парк. С той поры жители города каждый день ходили по останкам своих предков. А в комсомольском парке после дождей проступали могильные плиты. Но сыщики не верили в мистику. И предполагали, в городе объявился маньяк. Это Диана Аракелян. Семь лет назад она родила дочку. Девочка появилась на свет с тяжелым патологическим отклонением. ДЦП. Детский церебральный паралич неизлечим. Известие подкосило отца Дианы. Мужчина решил искать спасение на той стороне реальности. И обратился к шаману. Шаман там что-то сделал. Он сказал, есть ли кого-то. Ну, вроде полегче, чтобы моему ребенку стало. Он на крайние меры шел, чтобы он сам не знал, как помочь. Но шаманские пляски не помогли. Девочка осталась прикованной к постели. Ее сознание находится где-то за пределами нашей реальности. Глава семейства Аркадий Аракелян тяжело переживал эту беду. Как будто сам себя потерял. И однажды не вернулся. Ну, это было просто невероятно. Я не верила в это. Я думала, что он где-то здесь. А тем временем, внутри этого дома, убийца вел счет своим злодеяниям. Фаза номер два. Перерождение. Великие индейцы майя. Они сказали, что душа грешника отправляется на небеса к покровителю, только если отсечь голову. Почуять вновь запах крови. Это как наркотик. Я хочу снова это испытать. В небольшом городке Белинский происходит серия загадочных исчезновений. Дворник, пенсионер, инвалид бесследно пропадают среди бела дня. Но тел не находят. Так что же случилось с этими людьми? Внезапно сорвались с места и уехали, не предупредив самых близких? Или они погибли? Многие скептически относятся к историям о загадочно пропавших людях. Мол, кто-то загулял с любовницей, кто-то сменил место жительства. Вариантов множество. Но данные статистики ужасают. Каждый год в мире, вы только вдумайтесь, исчезает 2 миллиона человек. Это население Минска? Или, например, Белграда? Что такое на фоне мировых потерь события в отдельно взятом маленьком городке? Но именно в Белинском, Пензенской области развернулись события, которым суждено войти в историю. Историю ужаса. Недалеко от центра города случайно нашли мумифицированное тело некоего Марширова. Погибший был безработным. Иногда просил милостыню в парке. Как вы видите, территория непроходимая. Летом это вообще зеленое место. Пустырь, никого нет. Соответственно, здесь можно было без очевидцев, без свидетелей. совершить свое преступное действие. Убийство. Александр Чивокин. Заместитель руководителя отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области. Кому же помешал этот Горемыка? Может, он увидел что-то, чего не должен был видеть? Осматривая место жуткой находки, эксперты неожиданно наткнулись на останки еще одного человека. Это был пропавший ранее пенсионер Житков, который приехал в Белинский архив оформлять документы. Дальше еще страшнее. Была обнаружена голова, здесь вот недалеко, в трех километрах от города Белинского, в лесном массиве. Голова принадлежала пропавшему без вести Владимиру Березовскому. Но и это было еще не все. Прямо за городской баней нашли еще один труп. Ноги, по-моему, руки лежали на плитах. Именно в этот момент сотрудники МВД впервые столкнулись с необъяснимым. У погибшего было вырезано сердце. Среди сыщиков впервые прозвучала версия – ритуальное убийство. Жестокие нравы, царившие в доколумбовую эпоху среди племен индейцев майя, особенно ярко показаны в фильме Мэла Гибсона «Апокалипсис». Многочисленные человеческие жертвоприношения. Кровь пленников льется по случаю непогоды, неурожая, постройки нового храма или грядущей войны. Но самое страшное – апокалипсис. Чтобы пережить его, нужно вырвать сердца ни одной сотни несчастных. В художественных фильмах герои ловко, одним движением, отрубают головы врагам. На самом деле, сделать это непросто. Требуется специальная подготовка и недюжинные физические данные. Эксперты пытались воссоздать условия, при которых обезглавливались тела. По их расчетам, картина складывалась довольно странная. Удары были нанесены с нечеловеческой силой. Белинский жил во власти страха. Усиленные патрули, опустевшие по вечерам улицы. Люди шептались. Скоро конец света. Так предсказали еще древние индейцы майя. Эти убийства – знак всем нам – покаяться. И тут в деле произошел неожиданный поворот. Сотрудники вневедомственной охраны задержали на улице некоего Александра Жуплова. Я шел отца поминать, а меня взяли. Как говорил Бог, всем надо прощать. Я даже тех, кто меня задерживал, простил. Я не злой. В тот день мужчина выпил лишнего. Его доставили в дежурную часть. При сдержании у него нож обнаружили, довольно-таки серьезный. В отделении Жуплов наговорил такого, что сыщики оторопели. Мужчина заявил – это я убивал жителей города. Да-да, я. Жаль, меня поймали. Он давал четкие показания. Он рассказывал, где как находится. То есть подтвердил все это. То есть как это расположение, как это лежало. Артур Юдин. Начальник управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области. Вот только жители Белинского, узнав о задержании Жуплова, засомневались. Будучи инвалидом с детства, тот всю жизнь примерял на себя чужие роли. Бойца спецназа, капитана дальнего плавания, разведчика, влиятельного политика. Но на этот раз речь шла о жизни и смерти. А точнее, о серии ужасных смертей и загадочных исчезновений. Жуплова арестовали. Его признали опасным сумасшедшим и отправили на принудительное лечение в психбольницу закрытого типа. Убийца не оставил без внимания это событие и сделал в своем зловещем дневнике следующую запись. Под подозрением в совершении всех этих убийств попал один местный дурак. Видно, решил прославиться. А я пока отдохну. Подумаю, что делать дальше. Но они должны знать, что все только начинается. Суд – олицетворение государства. Здесь власть при помощи профессиональных судей и присяжных выносит окончательный вердикт. Кого-то оправдать, а кого-то отправить за решетку на долгие годы. Белинский маньяк как будто решил надругаться над символом власти. Ранним утром, когда судьи спешили на работу, они обнаружили у входа отрубленную голову. Это была голова известного в городе врача Владимира Баскакова. За годы работы в местной больнице он спас десятки жизней. Так за что его обезглавили? Уже через час весь город облетела пугающая новость. Потрошитель снова вышел на охоту. Стоп. Но ведь за убийство нескольких человек уже принудительно лечат душевнобольного Александра Жуплова. Как говорил Бог, всем надо прощать. Я даже тех, кто меня задерживал, простил. Я не злой. Но отменить решение суда – значит вызвать скандал. А вдруг ошибка? И Жуплов виновен. А что, если он действовал не один? А люди продолжали исчезать. В укромных закутках время от времени находили убитых. Здесь в свое время были обнаружены части тел, в том числе и части, значит, голова была обнаружена, очлененная, и останки гражданина Аркеляна. Диана Аркелян едва оправилась от всех бед, свалившихся на семью. Ребенок, родившийся с детским церебральным проличом. Внезапная смерть матери от инсульта. Загадочное исчезновение отца. И вот папа нашелся. У него волосы седые были. Его все в городе знают. Говорили, Надя на голова очень похожа. Волосы седые и все. И, если честно, я чуть трубку в руку не дам. Загадки больше не было. Аркадия Аркеляна жестоко убили. Он был неплохой человек. Он очень был добродушный и безобидный человек. У него было доброе сердце. И убийца это сердце у Аркадия вырезал. Тогда никто не мог и предположить. Апокалипсис, якобы назначенный индейцами майя на конец 2012 года, напрямую связан с таинственными расправами. А убийца уже мечтает о массовых казнях. Но вскоре в этой истории произошло нечто необъяснимое. Обычный хозяйственный магазин. В Белинском их всего два. В то морозное утро продавщица, как всегда, спешила на работу. Подойдя к магазину, обнаружила. Окно разбито. Что же произошло? Женщина с опаской прошла в торговый зал. Первая мысль. Магазин обокрали. Но вся дорогостоящая техника на месте. Так что, кто-то просто бросил камень в окно? Однако при более тщательном осмотре витрин выяснилось. Похищены два ножа. Странная, нелепая кража. А уж когда он там это все вот это вот сделал, мы же не знаем. Сразу сообщили милиции. На вызов прибывает оперативная группа. Вот тот самый магазин, значит, здесь окно. Ну, и там вот был прилавочек вот внутри магазина. И рядом там находится стеллаж, с которого он забрал несколько ножей. Этот факт сильно насторожил местных сыщиков. Глупость? Или некий странный расчет? Кто бы мог подумать? Охотнику действительно требовалось все большее орудие убийств. Я чувствую все ближе. Мне надо ускориться. Убивать по двое, трое. Ведь, освещая храм, индейцы казнили по 20 тысяч пленников. Сотрудники стали проверять, кто из жителей города интересуется холодным оружием. Довольно скоро вышли на Никаева Александра Бычкова, студента педагогического колледжа. Будущего учителя информатики задержали и стали допрашивать, надеясь услышать признание в краже. Но Александр начал рассказывать совсем о другом. Видите? Это чин. Это его кровь. Показывайте. Покажите. Вот они, брызги крови. Я их так и не отчел. Вот они. Я раз там холодильник стоял, вот, брызги сюда взлетелись. Поначалу сыщики решили, Бычков лжет. Он первый пошел на этот диалог. И, конечно, это немножко шокировало. Она даже в первое время. Она даже в первое время не поверилась. Мне казалось какой-то бравадой. Вот этой мальчишеской. Бравадой? А как бы не так. Вот они, страшное откровение этого тщедушного человечка. Убийство, расчленение и конец света. Нож попал ему как раз в глаз. Он схватился за нож. Я скачал к нему, выхватив нож, нанес ему удар в левый глаз. Смотрите, ему явно льстит внимание к собственной персоне. Такому серьезному человеку, который совершает убийство, все из-за кражи. И он поэтому начал рассказывать по поводу того, что он совершил именно серьезные громкие убийства и обвозил вокруг, скажем так, пальцы и родственников погибших, и сотрудников полиции, сотрудников следственного комитета, прокуратуры и так далее. В это было невозможно поверить. Неужели зловещий маньяк – это тихий студент, будущий учитель? Но ради чего он совершил столько чудовищных преступлений? В Пензенской области совершен ряд загадочных убийств. Неизвестный не только расправлялся с жителями города Белинский. Некоторым он отрезал головы и вырезал сердца. Сыщики задерживают некоего Александра Бычкова. Он сразу признается в девяти убийствах. Но следствие подозревает – это не полный список. Что двигало безжалостным охотникам? Какую коллекцию ужасов нашли у него дома? И что скажут врачи – безумие или злой умысел? Этот пустырь на окраине города – место особое. Десятки лет жители Белинского свозили сюда трупы домашних животных. Склоны пропитаны кровью, словно языческое капище. Или место жертвоприношений у индейских племен. Именно здесь были найдены останки шести человек. Это место он действительно превратил в чудовищное капище. Здесь он совершал свои безумные ритуалы. Среди погибших оказался Сергей Лисянин. Добрейший дворник, который вышел из дома и больше не вернулся. Он шел впереди, он не ожидал, он ему по голове сзади. И убил его. Он упал. А там он говорит, я его взял, разрезал. Посмотрите, как ведет себя Бычков на следственных экспериментах. Он явно наслаждается всеобщим вниманием. И вот так вот крутил. Он не обратил внимания. Я нанес его вот так вот туда. Дома у Бычкова сыщики нашли коллекцию ножей. Позже экспертиза установила. На некоторых лезвиях была человеческая кровь. Метание ножей. Занятие для настоящих мужчин. С твердой рукой и крепкими нервами. Серьезная работа профессионала. Для того, чтобы научиться точно вонзать нож в мишень, требуется не один месяц ежедневных тренировок. Ваня Сергеевич, может, и я попробую? Да ради бога. А такого, чтобы сам попадал, нет? Да не то, что не бывает. Я и не слышал о таких. Ну, вы все видели. Не получилось. Да и не могло получиться. Так как же хлипкий, неподготовленный юноша смог попасть человеку прямо в глаз? Очередная находка в деле стала настоящей сенсацией. Вот он, дневник убийцы. И, конечно, любимая страничка с древними индейцами Майя. Человеческие жертвоприношения. Вырезанные сердца. Они дают мистическую силу. В это верили древние майя. А спустя много веков поверил и щупленький юноша из маленького городка. Он собирался совершить 21 убийство и пережить конец света. В дневнике была вырезка из газетной статьи о том, что древние индейцы Майя, убивая своих врагов, поедали части их тел, тем самым забирая их силу себе. Вероятно, Бычков таким образом решил присвоить силу убитого человека себе. Иван Свечников. Следователь по особо важным делам Следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области. А вот и другие кумиры Белинского маньяка. Актеры и актрисы, сыгравшие безжалостных убийц. Плюс подборка статей о самых знаменитых маньяках. Чудовищную по цинизму философию он изложил в своем дневнике под говорящим названием «Багровая охота хищника». Он совершал охоту, охотился он на людей. И в качестве эпиграфа к своему дневнику он выбрал с тройки из фильма, где главным его любимым героем был Хемингуэй. Нет ничего лучше, чем охота на человека. Кто ее узнал и полюбил ее, не захочет познать ничего другого. Это первое интервью Александра Бычкова. Остров Огненный, Вологодская область. Знаменитый пятак. Отсюда не выходят своими ногами. Это тюрьма для пожизненно осужденных. Бычков здесь уже больше года. Ему всего 25. И пока он еще не забыл жизнь на воле. С трепетом вспоминает книги, фильмы. Я не боевики люблю, ни ужастики, ни комедии. Мне просто нравятся трейлеры. Психологическая стресска. Молчание, ягнят, красный дракон. Дальше пункт назначения. До сих пор остро переживает собственные ощущения от просмотра. Не просто вот так вот от ничего делать сидишь, смотришь, разбираясь во всем этом вот фильме, сюжете. Ну, психологически аж дрожь пробивает. Пробивает вот и все. И абсолютно беспристрастно рассказывает о том, как убивал сам. Удар наносится под нижнюю челюсть, бежит к позвоночнику. Что случилось с этим человеком? Да и можно ли его назвать человеком после того, что он сотворил? Удивительно. Маньяк помнит имя каждого убитого. Я и моя жертва номер семь звали Вова Владимир. Вова – это одинокий Владимир Баскаков, врач-реаниматолог. Я просто повернул на шуток. Он затих. Примерно так же он расправился с собственным отчимом Владимиром Березовским. Его Александр убил одним из первых. А сейчас, внимание, вы увидите самое главное – мать Бочкова. Верит ли она в виновность своего сына? Но Ирина сразу же заявляет – все, что говорят про ее ребенка – ложь. Ведь мальчик даже в школе никогда не ходил на физкультуру. Он был освобожден в школе от физкультуры. Постоянно здоровье он был освобожден от физкультуры. Он худенький, хлипенький, такой парнишкой. Ирина Бочкова искренне уверена. На мальчика наговаривают. Ничего страшного он не совершал. Не мог ее Сашенька этого сделать. Ведь он так любил ее и братьев. Когда ко мне с обыском приехали, вот это вот первый раз я узнала. И то я до сих пор, я не верю, например, в этого до сих пор. Тут очень много даже людей говорят у Билинских, что подставили мальчишку просто. Когда среднего брата избили на улице до полусмерти и сделали инвалидом, он выносил за ним утки, а потом помогал матери с младшим братишкой. И ей так сложно будет услышать то, что на самом деле говорит ее мальчик. В свое время в среде криминалистов было очень популярно учение Ламброза. Тот утверждал, что матерые преступники обладают весьма характерными признаками. В них скошен лоб, удлиненное лицо, мощные надбровные дуги. К сожалению, к самоубийцам теория Ламброза неприменима. Они ничем не выделяются из толпы. Взять семью Бычковых. Сашин дед покончил с собой в далеком 78-м. Повесился в собственной квартире. Сашин отец последовал его примеру. Говорят, из-за семейных разногласий. Пугающая регулярность. Жизнь этой семьи череда несчастья и бед. Ирина Бычкова в одиночку воспитывала троих сыновей. Соседи уверяют, двое старших часто голодали и даже побирались по знакомым. Он тетя Тос, у меня только хлеб, только сигареты. Да, и 30-40 рублей давал. Я говорю, я гряю, я откуда знала. Я знаю, ребят хорошие. Я всегда как-то с ними жалела, потому что мать-то неблагополучная очень. Младшего брата Александра, Сергея, несколько лет назад жестоко избили. И выкинули из машины на ходу. С тех пор он инвалид. Не здесь ли кроется мотив чудовищной жестокости? Мать уверяет, в милиции знают, кто избил Сережу. Да только сделать ничего нельзя. Уж больно влиятельные заступники у обидчика. А как может человек поживает 30 людей, у него 17 переломов, кругом пластины стоят? А делают все, прикрыли. Мотив месть, конечно, отомстить хотел. А вы нестили тем людям, которые сделали вашего брата инвалидом? Ну, там и одни непосредственно принимали участие в этом, а другие находились по этому. Это ПТУ, в стенах которого будущий людоед несколько лет грыз гранит науки. А вот и педагоги, которые его учили, надо полагать, разумному, доброму и вечному. Но парень явно звезд с неба не хватал, а вскоре и вовсе забросил учебу. И он, может быть, понял только то, что в этом мире выживает сильнейший. Может, и это на него подействовало. Но это вопрос, конечно, очень трудный. Его отчислили на четвертом курсе, сопостоянные пропуски. Он устроился охранником в местную администрацию. Это Александр Кузнецов. Знал бы он, с кем трудился, как говорится. Я говорю, Саня, ты что опаздываешь? Да я вот коз резал. Я говорю, ты что, по ночам коз резал? Теперь многие уверены. Сначала Саша тренировался на козах. Потом перешел на людей. Лично я просто думал, что у него просто как бы крышу сорвало. Вот от этой безнадеги, вот этой вот нищеты. Когда жители Белинского тряслись от страха, ожидая очередного нападения потрошителя, мать Александра, Ирина Бычкова, боялась вместе со всеми. Все боялись. Не только мы боялись. Диджей ходил, вот встречал вот этого Сашу, вот, да Сережу. И как тут не вспомнить великого Гоголя его бессмертную фразу? Тому не нужно далеко ходить, у кого черт за плечами. После задержания Александра Бычкова на площади перед рынком собрались несколько сотен разъяренных жителей. Они требовали расформировать местную полицию и вызвать комиссию из Москвы. Людей, потерявших родных и друзей, можно понять. Для них конец света, обещанный древними майя, наступил в момент гибели близких. Народный гнев выплеснулся на улице города. Я просто давал тоже голодным собакам, чтобы он почувствовал всю вот эту боль, то, что и другие чувствовали. Диана Аракелян, воспитанная добрейшим отцом, и та не смогла удержаться от черных мыслей. У меня было такое желание, если бы мне дали бы его руки, я бы его всего усыпала. По одному повыдернула бы, хоть удовольствие какое-то получила бы. Мне больше ничего не нужно. Мне нужно, чтобы он такой же боль почувствовал, как вот эти беззащитные люди. Скрылся шокирующий факт. Оказывается, Александр Бычков уже давно состоит на учете в психиатрическом диспансере. Диагноз – шизоидное расстройство личности. Тем не менее, он отвечал за свои действия и может предстать перед судом. Бычков диагнозом остался недоволен. Шизоидное расстройство личности. Как это понять? Что это за диагноз такой? То ли я… То есть, немножко дурак, но он нормальный. Сидеть может. Александр Бычков признался в убийстве восьми человек. Сколько всего было жертв, точно не установлено. В страшном дневнике поставлено девять крестов. Суд приговорил Бычкова к пожизненному заключению. Эти стены он покинет уже после смерти. Или очень дряхлым стариком. Учитывал, что вам 25? Да. И еще плюс 55. Да. Сколько же вам было? 80, конечно. Вам не жалко этих людей, да? Ну, людей жалко. Только сейчас ничего этого не вернешь. Зачем я буду сейчас вот вам для интервью, что ли, поплакаться? Нет, я понял. Саша, скажите, а вот если… Я знаю, что это ничего не вернешь. То, что я буду сидеть и, возможно, всю жизнь. Его похоронят в безымянной могиле, в которую воткнут дощечку с номером. Понимаете, чтобы вы больше не увидите его? Конечно, понимаю. То есть, или вы поедете, хотите, могу съездить? Хотелось бы. Это далеко, да? У меня нет средств таких, во-первых. Потому что я не знаю даже, куда ехать там. Но там ни гостиницы, ничего нет. Я вообще не представляю даже, где это находится. Но легенда об Агровом монстре останется. Еще много лет город Белинский будет вспоминать невероятную потустороннюю историю, которая произошла у всех на глазах в наше просвещенное время. Парад планет происходит регулярно. Он бывает, например, большой и малый, видимый и невидимый. Как будет готовиться к очередному концу света Александр Бычков, неизвестно. Сделать это в тесной камере для пожизненно осужденных уже непросто. Но так или иначе, в истории загадочных убийств в Тихом Белинском поставлена точка. Субтитры создавал DimaTorzok